что друзьям приветствую всех любителей 4 европы у нас с вами снова а кто а конечно исландия и в прошлой серии мы сами если вы помните завоевали ну почти всю ирландию почти всю ирландию это мощно это жестко но это почти всю на этом мы не остановимся мы должны ее добить и теперь меня эти какой самый главный страх что британец когда захочет отбить вас риланте он захочет это сделать сто процентов он это сделать каким образом он просто возьмет и нас так и куча армии суда и просто огромной армии здешний нас и поборет это было бы очень страшно я надеюсь такого не произойдет иначе все насмарку так мы с вами буквально о буквально закончили войну у нас армия не пойми где стоит нам сейчас нужно будет с этим как-то разбираться а у нас между прочим перемирие с россией закончилась а вы помните возможно что у нас россии здесь происходило а у нас здесь почти полностью восстали до конца маньчжуры вроде как я с этим справляюсь один транспортник как бы мощный гордый три каких-то галеона у нас здесь видимо по какому-то событию построить я уж не помню что там происходило так вот старую добрую ирландию мы до национализируем а как же помнится мне мне не хватает до всего нам побольше чете хватает ну институт нам не хватает военных очков нам очень много нужно вот у нас 17 тех у брита уже 18 до уже 18 понимаю подожди а мы вот ирландию забрали а тут full представлен этот институт ха-ха-ха хи-хи-хи могу ли я его внедрить нет опу что я не национализировал в общем дело да сейчас я национализирую ирландию и на меня хватит я думаю собираем весь флот в одном место мне нужно сейчас будет пожалуйста можно мне пройти видимо у меня право прохода с пальцем я могу что-то с этим сделать не могу отменить потому что мы здесь стоим так как мы будем освобождать нашу армию хороший вопрос я могу так дойти берг или ешь право прохода не хочет ты посмотри а через бургунди можно пройти так можно можно есть такое дело армия на стоит в ирландии первая наша крепость кстати здесь вообще первое так как я по-моему хотел разделить наш флот так вот эти торговцы нам пожалуйста они будут вот вместе с ними с ними вместе они будут пиратствовать так наверное пополам просто делим дам просто и напросто и отправляем эту половинку в азию почему-то не все время хотят через через африку проплыть а у меня в африке нету всяких колоний возле которых наш флот был получал бы какой-то отдых поэтому через африку мы сто процентов не будем плавать так надеюсь на вот этого флота хватит чтобы если что разбить британцы вот 30 кораблей в ла-манше у нас с вами пиратит 8 монет так ты шо это вообще очень здорово согласитесь много пока нас флот далеко не уплыла я бы знаете что сделал у нас же там ждут у нас три этих галеона я бы как раз три штучки бы отсюда отобрал и вернул вот сюда к британцам до чтобы ну поувереннее себя чувствую здесь так не забывайте же еще хотел здесь строить крепости против россия я не знаю вообще я смогу один на один россию забрать не смогу наверное нет ну давайте крепость равно строить у нас наши территории разделились на 2 к сожалению так сейчас мы тут разокупируем все это дело вот здесь очевидно крепость ну ну вот вот центральная ледяная пустошь в принципе что-то в этом есть не хватает нам немножко развития что мы можем потратить а мы ничего не хотим тратить да она дипку можно себе позволить вложить будем рыбу производить то вообще ой четвертый уровень уже замков есть ладно деньги есть деньги не проблема кстати по поводу денег пиратствовать то мы будем вроде негде вроде пока нигде да пока пока сидим отдыхаем хотя вот тут я вижу да вот тут россию можем запиратить ну тут тут три монеты не заморачивайтесь давайте каперства что тут malaka да я тут на давайте но австралийские сепаратисты кстати австралийские сепаратисты австралия надо на вас напасть, что хочу сказать. Так, ладно, здесь мы крепость строим, а она будет строиться... Ой, долго. Россия сейчас навоюется с Шунем, да? И на нас же накинется. Ну, почему-то я уверен в этом. Так, тут я вижу у нас горы есть. Горы, горы, горы. Или сюда. Вот сюда, наверное, лучше крепость запихать. Вот тоже, в принципе, горы. Да. Вот сюда. А да, я же еще собрался, как видите, армию на две разделить, да? То есть армия здесь и армия здесь. Это печально. Причем, скорее всего, нам нужна большая армия даже не рядом с британцем, рядом с Россией. Да, что у нас тут? Она, конечно, двигается, армия. 10-2-1 у нас всего-навсего здесь. Но нужно до лимита добивать. Так вот, Австралия. Я про тебя не забыл. Совершенно не забыл. Не-не-не. Так, сейчас подплывем. 3000. Никакие союзы они не заключили, к счастью. И пиратами, кстати, не стали. Великая Республика, казалось бы, оценились от пиратов. Погнали. У нас есть очень удачный косус были. Война со всем миром. Есть. Ну, с Австралией быстро произошло. У нас все элементарно. Это, ладно, вернули себе Гуам. Вот, опять его национализировать. Да что ты будешь делать? Ну, ладно, хорошо. Так, у России уже мир. Они уже... Ой, блин, союз с Австрией у них. На Японию как-то хотел нападать, да? 44-3. Блин, это тогда нужно будет всю армию сюда слать. Не хотелось бы. Итак, Ирландия национализировалась. Но что-то я не вижу, что... А, ну пополнилась, да? В принципе, это шкала, но не то чтобы до конца. Пу-пу-пу. Ну, неприятно, что хочу сказать. Если я снижу автономию, ничего не поменяется, верно? Ну, так просто любопытно. А, подожди, можете внедрить институт? Так автономия влияет на эту шкалу? Хе-хе-хе. Или просто месяц прошел, даже не знаю. Ну, ладно, ладно. Сколько, сколько? Какая? Так, ну... Рискуем войти взаймы. Так-то... А, кхе-хе-хе-хе. Да, да. Осознание пришло. Мы же можем пограбить, точняк. Вот-вот-вот. Давным-давно пора. Да, запросто внедряем институт. Вот это качаем. И админ-тех еще хорошо бы. И вообще, пока тут суть до дела. Я тут всяких сепаратистов уничтожаю, да? Тут есть такая колониальная империя, как Хадра Маут. Если вы его не помните по какой-то причине, это вот. Это вот. И вот они колонизируют здесь. И это выглядит как суперпростая добыча. Аджам, Сомали, Пасай. Кстати, Пасай. Это у нас, это у нас. Это вот у нас кста. Это вот. Вообще, в наших интересах забрать фулу Индонезию. Правильно? Правильно. Но можно начать с малого, типа, вот тут сколько? Три провинции, да? Всего-навсего. У чела без флота, без армии. Сомали, кстати, нифига образовалась. То есть, Эфиопия полностью погибла. Кстати, у них есть какой-то флот. Думаю, мы на изи его разберем, да? Если мы с британским флотом просто, ну, максимально вольно себя чувствуем, то с сомалийским тем более. Вот. И у нас есть достаточно хороший кассус Белли, колониалин за вот эту провинцию. Че бы и нет. Че бы и главное, чтобы Россия под шумок не внедрилась к нам. Вот честно. Такое может быть. Я тут пытался с них, конечно, улучшать отношения до этого, но не работает. Не работает. Вот что они хотят. Пу-пу-пу. Обширной территории они желают. Да, ну че тут поделаешь. Ничего и не поделаешь. Крепости, конечно, стоят, но я на них не надеюсь вообще. 200 тысяч россиян тут как бы, да. Ну ладно, по-моему, идея хорошая. Просто-напросто. Тут, конечно, множество колоний у египетского Иолета. Вот тут реально проблема. Как с ним воевать османы-французы? Это вообще нет, нет, нет. Так к этому я не готов. Но у них прям очень много колоний. Здесь, здесь, Австралия, Индонезия, везде. Пока можем обратить свое внимание на вот этого беднягу. Попробуем. Так, ну все, что хотели, мы забрали. Че у нас тут будет расти? Да-да-да. Это все дело будет расти. Все, наверное. Можно пойти по... попугать их, ну, где-нибудь здесь потопить кораблики. Че нам еще остается? У Сомали 98 тысяч. Это вообще что? Это... Это армия, это жесть, а не армия. У нас столько нету даже рядом. Кстати, у нас лимит повысился. Надо до лимита все добивать. Вообще, чтобы в край был лимит, чтобы Россия хоть чуть-чуть испугалась там. Ну да, кстати, они не на нас напали. Они напали просто на манжуров. Просто-напросто на манжуров. Видать, они считают, что их ослабее. У них две параллельные войны, понятное дело, что они слабее. Так, пойдем. А, пасай можно оккупировать, да? Можно. Наверное, сразу в этой войне. Я не хочу его фул забирать. И я так распыляюсь во все стороны мира. Ну, чтобы еще сюда. Нет, я буду плавненько вот тут завоевывать все, что могу. Все, что могу, не сталкиваясь с османом на всякий случай. Вот здесь, вот здесь и потихонечку до Суматра, по-моему. Да, до Суматры дойду. Кстати, перемирие с британцами, он еще долго будет. 40 до 41 года. Да, понимаю. Так, ну пасай полностью фул. Полностью и фул оккупирован. Вот тут без одной провки. Так, подожди, реформочка. Руководящий принцип. Ну, смотрите. Плюс одна политика ко всему. И что это? Минус половинка республиканских традиций. Время сепаратизма минус. И максимум абсолютизма плюс 10. А, и еще победа в войне дает 5 республиканских идей. Ну, какая-то полная фигня, хочу сказать вам. Плюс 10 абсолютизма. Мы так понимаем, что за абсолютизмом мы больше никогда в жизни не гонимся. Минус 67. Как бы как это преодолеть? Ну, это там нужно из кожи вон лезть. Как бы, ладно. Абсолютизм не для нас. Принимаем это. Здесь бы я выбрал военную политику плюс 1, наверное. Что у нас вообще по политике? А, ни одной военной-то у нас не взято. Круто я придумал. Не, ну, если дальше брать идеи, то это будут идеи с упором на военку. Какой-то партия брал идеи фулл военные с таким упором. Что же это было за партия? Не за Феодора вроде. За Индию я брал фулл военные идеи. Именно упор жесткий на военку. Да, да, наверное так. Ну, тут этим надо заняться. Правильно, правильно. Ну, что у нас тут? Количество. Какое-нибудь ну, не религиозное уже, наверное. Или почему нет? Почему не религиозное? О, боевую дух армию плюс 10. Ну, да. Это я к тому, что давайте возьмем плюс 1 военную политику бесплатную. Как бы, ладно. Так, Драмалт не хочет пожалеть своих этих союзников? Вообще не хочет. Даже, даже одну провку нам не хочет отдавать. Со стоимостью 1. Ох, ну, а кстати. Вот еще у вас тут колония, да. Мне она нужна. Ну, это просто остров. Так, а будто хочется мне и это забрать. Че бы нет, давай. Правда, я пока не очень понимаю до сих пор, как нам убедить его, наверное, к нему высаживаться и никак иначе. А как мне, блин, высаживаться, если тут рядышком Сомали и Аджам мне придут? Ну, ну, тут, кстати, столица прямо рядом. Может быть, мы успеем уровень крепости 1 как бы высадиться. Может быть, штурмом можно успеть. И навязать одну столицу и уже сразу после этого мириться. О, можно поднять рянук своей державы. Супер, мы наконец-то получили 50 престижа. Супер. Теперь у нас не просто пиратская республика, а пиратская конфедерация. Жесть. Я, признаюсь это честно, я думал, мы все еще будем называться пиратской республикой. Конфедерация пиратская. Да ты что? Гранд капитан. Супер. Можно гордиться, не знаю. А, кстати, здравствуй. Ха-ха-ха. Сейчас мы тебя подловим. Думали, что обхитрили меня. Да-да-да. Ну, кстати, Россия уже повоевала. Вот это граница России. Боже, сколько у тебя здесь армий. Пу-пу-пу. Ну, больше половины, если так посмотреть, да, у него армии вот здесь заперто. А заперто ли? Может быть, он сейчас как-то через право прохода? Не, ну если заперто, то это вроде как неплохо. Ну, тут они собираются от истощения умирать. Тоже позитивная как бы ситуация. Так, у нас пока тут суть до дела новая группа идей. Так, я устал от этого, от этой пассайской армии. Они все отступают. И причем, знаете, куда они отступают? Почему я не могу добить пассайскую армию? М? Как вы думаете? Они отступают ровно в эту провинцию с неисследовательной территорией. Ровно сюда, и мне... Я не могу сюда наступить. Не могу. Потому что это не мой противник, видимо, да? Я не могу. Вот сюда могу, вот сюда не могу никак. И они именно сюда и прячутся. Этот бот нечем может показаться на первый взгляд. Так вот, новая группа идей. Что нам сюда? Мы, в принципе, военку можем взять. Но очков у нас военных и так не хватает. Религиозные. Блин, ну просто здесь есть Deus Ult, который мне ни к чему. Ну, в принципе, есть рекруты в провинциях с истинной верой. Перекрещивать. А мне перекрещивать нужно очень много, раз я тут воюю. Правильно? Не, в этом есть смысл. В этом точно есть смысл. Мнение других держав и того же виросповедания это вообще, ну, кринж. Да, в этом что-то есть. Но, правда, это админка, и это админка будет тратиться много. Ну, без них наверняка, боевой дух армии плюс 10, это слишком хорошо. Боевой дух флоток 100 есть. Если мне это интересно, а мне это не интересно. Берем. А сепаратный мир спасаем я не хочу заключать, потому что это лишние две крепости. И, как бы, очки, очки в мире с основным этим игроком. Я уже проверял, если я блокирую его столицу с моря, в принципе, это очков много не дает. Вообще. Армии у них здесь понаставлены. Ну, как бы, готовы мне сносить лицо сразу же, если я буду туда высаживаться. Ну, что ждать? Ну, тут еще 4 будет, и все. Блин, ну что, это война станет затяжной? Я вообще не могу даже подозревать. Так, если я это не беру, то, в принципе, в принципе, хочу я сказать, что... Ну, да. Одну пробку могу забрать. Позорную такую, знаете, одну всего лишь. Если спасаем мир, заключу, то вот эти вот проценты войны будут еще намного меньше. Ну, да, война за колониализм, в принципе, подразумевает под собой то, что я буду только колониальные территории-то забирать. Ну, кстати, 4, блин, может мне хватит хотя бы на одну пробку. Ну, тут 65 какая-то развитая, да? Ну, вот это я, наверное, смогу забрать. 40 на 44. А, тут развитие 27. Ха-ха-ха. С гвоздиками, да. Ну, я понимаю, почему она такая дорогая. Гвоздики все делали. Кстати, а гвоздики, гвоздики есть на моих территориях хоть одна гвоздичка? Вот товары. А нету. А гвоздики вот, вот тут есть. А вот тут есть тидоры всякие. Вот, вот, вот. Малака. То есть, я могу теории, ну, допустим, на какую-нибудь терноте напасть. Малака вступится и вместе с терноте я получу вот эти, вот эти пробки. Вот, пожалуйста. И вот это можно будет красиво заварить. Да, надо на Малаку нападать. Надо, надо. Опять же, армия у него, дай боже. Только если я еще из Британии заберу войска, не получится это все победить мне. Они, кстати, развивают твои провинции? Ну, похоже на то. Ну, Малаку не очень сильно развивает. Ну, 8. Производство 8. Это очень дорого. Блин, теперь я не хочу эту пробку. Я хочу теперь вот эту. 27 развития. Жесть. Ну, ты постарался, конечно. Оно того, наверное, стоит. Опа. Я, кажется, их подловил. Вы посмотрите. Пасайцы. Это не особо что даст нам в войне, но просто приятно. Они все еще же... А, подожди. Нет, все-таки подловил. Да, да. Ну, опять же, это не особо что нам дало. Можно теперь свободно подавлять всяких, всякие восстания. А вот тут вот можно подавить. Вот тут у нас восстали. Вот тут. А, да, да. Опа. Опа. Тот самый золотой остров нам достанется. Но хочется забрать все. Так, насколько далеко уйдет моя жадность? Если я с Сомали... Сомали среднее желание воевать. На белый мир тебя вывезти? Я думаю, тогда мы точно все уже. Победа была бы за нами. Ну, не будем жадничать. Короче, в любом случае можно сделать кассу с были на одну эту отдельную профку и на изи забрать, потому что это будет цель войны. Хорошо, миримся так. Даже денег не берем. Победка. Исландская Малука теперь. Ну, это папа Новая Гвинея, да, выглядит теперь более цельно. Супер-пупер-мега-остров вы получили с вами. Понятия не имею, сколько мы конкретно с него одного будем забирать. Но автономию тут нужно понижать 100%. А, стоимость национализации 116. А, понял. Так, ну Россия, к счастью, занимается всем чем угодно, кроме нас. Ой, боже, бедная речь поспоритая. 28 тысячи ноль рекордов. Ну, Россия супер-стронг в этой партии. Мне это совсем не нравится. Вообще не нравится. Итак, все восстания подавлены. У нас сверхорширение пока падает. Кстати, ноль с нулем сверхорширений здесь. Неужели это было? У них территория торговой компании. Ни за что не поверю. Ну, ладно. А вот, производство уже нам дает пол монеты с одной профки, при том, что у нас место автономия в 80%. Это вообще. Тут еще опустошение есть. Но сейчас это все у нас уйдет, уберется и... очень хорошие денюжки будем здесь получать с одной профки. Так, Ирландия пока... Опа! Ирландия пока живет, хотела сказать. У нас в каждой провинции восстали вообще все, кто только может. Вот просто в каждой провинции по своему уникальному минору у нас восстало. Реально, в каждой. Куда ни тыкнешь, везде будут разные названия. В каждой профке я устал тут подавлять восстание. Слава богу, мне вот этой армии хватало, что у меня тут стоит. Вот куда бы я ни нажал, везде. И в каждой пробке все восстали. Да, 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 да. Мне поступали предложения, знаете, какие? Поступали предложения, отменить эту реформу, где нам запрещается союз делать, вот путь капера, да? И уже с кем-то засоюзится, потому что так не вариант. Я об этом думал, кстати. Думал, кто бы в теории мог стать моим союзником. Франция? Нет, Франции я граблю. Ну тут нифига, они стронг. Да вообще, все какие-то сильные в округе. И только я один слабенький. Великобритания, ну понятное дело, испанец с португальцем, это наши соперники в колонизации. Тут и прямые некоторые у нас просто соперники, они. Далее, речи посполитые, ну сами видите, что с ней. Я ее тоже, кстати, граблю. Кто еще может стать нашим союзником? Осман. Вот Осман это реально вариант неплохого союзника. В принципе, негативные, позитивные, тут не очень хорошая ситуация, тут по желанию их вообще быть нашим союзником. Но это очень было бы в тему. Знаете, если бы мне хватало сил в... Ну, о боже, сколько у меня врагов. Если бы мне хватило сил сделать Россию соперником, то Осман, видя то, что у нас соперник одинаковый, возможно бы захотел с нами союзиться. Вот реально. И тогда бы я мог бы отменить вот этот вот путь Капера. При том, что этот Касус Бейли у нас, ну, классный, что мне нравится, не здесь дается. Война со всеми. Где-то он дальше. А вот, вот, разделение властей, война против всего мира, вот где это. Вот, ну, пока это не имеет смысла. Знаете, какие могут быть у нас союзники? Вот, вот, если так посмотреть. Подожди, расторгнут союз, это не то. Вот тут кто-то, может быть, у нас местные племена, значит, что это? Новозеландские, да? Мелкие, однопровенчатые князьки, империи. И все. Больше они, кто с нами в союз, не хочет. Не хочет. Швейцария есть. Ну, Швейцария. 48 тысяч, кстати, Швейцария. Так-то. Хм, Швейцария. Я призадумался сейчас. Просто у нас максимум 55 и плюс Швейцария. У нас уже вместе на двоих будет 100. Подожди, подожди. Неужели я сейчас отменяю путь Капера? Боевой дух армии плюс 10. Боевой дух флота плюс 10. Стержение флота минус. Эффективность Каперов, что тоже для нас очень важно. Республиканские традиции, что тоже для нас очень важно, потому что я переизбираю того же, чтобы у нас было чтобы у нас были хорошие эти правители. Неужели, неужели? Но можно вместо этого взять Совет Капитанов? Влияние Капитанов плюс эффективность Каперов плюс 33. Мы, получается, теряем республиканские традиции плюс 1 в год и боевые духи и содержание флота. Вряд ли нас спасет Швейцария. Я к этому веду. Но... У них большая армия. Из-за силы Союза Россия может и не нападать на нас больше никогда. Просто из-за силы Союза. Вот, блин, как будто реально того стоит. Вот надеяться на одну единственную страну? Осман минус 30. Наверное, того стоит. Да, наверное, надо. Наверное, надо Совет Капитанов вместо пути Капера. Вообще, у нас тогда будет у власти все время Капитаны. Это что значит? У нас пока Буканьеры, Капитаны. Они у нас... Стоимость стаба и боевой дух флота. Кстати, мы вернем плюс 10 боевого духа флота. Мощь Адмирала. Республиканские традиции плюс 1. Так, подожди. Мы потеряем Буканьеров. Мы потеряем еще Аторио Фром плюс 1. И у нас будут традиции плюс 0,04 из-за Дипвеса. Я правильно понимаю? То есть традиции у нас будут все время на одном уровне. И я не смогу переизбирать себе Капитана. Ну, не укрепляя здесь, не тратя военку. Выходит, что так. Ну и ладно. Ответственное решение. Очень ответственное. Ну, я, наверное, готов. Делаем. Уф, так, 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 так. Улучшить отношения здесь. Улучшить отношения. Ну, давайте с Османом пока попробуем еще. Швейцария какой-нибудь... А, мне подожди. У нас и так сейчас поулучшаются они быстренько, да? Они союзники Франции. То есть все время под Францией ходят, воюют вместе. Там все, все, все. Швейцария плюс 1 союзник. День брака для нас недоступны, потому что мы как республика. Так, а по-моему вообще все, что можно в Азии мы заколонизировали. Как бы на этом колонии все. Просто он колонист освободился. Угу, островки все уже в колониях. Австралия вся заколонизирована. Че хочу сказать. В Африку мы никак не выйдем. Это уже точно. Ну, если мы как-то Конго... Ну, это такое себе дело. Че, колония вот этот причудливый новый свет непонятный получается. Ну, а что нам еще остается? Здесь у нас образуется автономия. И вот это вот испанское... Кто-то там быстренько ее уничтожит, пока мы не видим, да? Хороший план. Самое главное, надежный. Так, Швейцария, в общем-то, готова. Осман, ну, тут мы слишком слабенькие для него, понятное дело. Россию мы соперники, ну, никак не выберем. Кто еще хочет союз? Брауншвейк 27 тысяч. Ну, что это такое? Ну, если так смотреть, что на Безрыбье и Брауншвейк союзник, правильно? Тем более протестант наш братушка. Так, Россия, у нас уже суммарная сила союза, это вообще, дай боже всем такую силу. Так, у нас тут подготовлена армия, подготовлен мега-супер-пупер флот, чтобы воевать с Малакой. Да-да-да, нечего тут удивляться, воевать с Малакой. А что у нас здесь, подожди? У нас... А, у нас национализация даже не прошла. Ну, мы же верим в то, что гвоздики это очень выгодно, правильно? Правильно. Поэтому, какой-нибудь на этого чела нападем, да? У кого развития больше? А, кстати, у этого и у Южного больше. А, ну, на Южного и нападем. Блин, ну, админочки так жалко. Религиозные идеи нужно вкачивать. Ладно, тогда прожмем вот сюда фокус. А, так мы до сих пор не добили вот кого. Помните Сулу? Каждый раз, когда я нападал на Сулу, случалось что-то очень страшное. Все помните, да? Бруней тут у нас. А Бруней союз с Османом. Ммм, то есть как свою еще сторону его уже не выбрать. Ну, какой-нибудь союз с Османом можно разорвать же, правильно? Ладно, потренируемся на... Кто там, Сулу, да, называется? Недобитый филиппинский братишка. Итак, надеюсь, в этот раз, ну, на третий-то раз, не может быть такого, что три раза подряд на нас влетает то Россия, то Британия, когда мы в Сулу воюем, правильно? Проклятый, конечно, чел, но, надеюсь, не так сильно. О, перемирие с Британией закончилось. Хе, британец-то на нас и нападет, наверное, да, в этот раз. Правда, Сулу? А, не, подожди, они воют с Францией. Пока они воют с Францией, они не будут нападать. А еще, кстати, очень надеюсь, что француз не захочет забирать Ирландию себе. Хотя, в таком случае, можно будет наездить с французом повоевать. Да, мне кажется так. На всякий случай, флот свой я прям вот сюда, в эту провку, где пролив помещу. Хорошо, Сулу оккупировано. Но это еще не все. Меня, вот, что интересует в этой войне? Меня интересует забрать провинцию Сулу и у Бруней разорвать союз с Османом. Все, мне больше реально ничего не нужно. Мы какую-нибудь столицу, может, заберем у них. Итак, Бруней, что скажешь? Предлагаю тебе вот это сделать, денег нам дать. 13 монет. Да ты что, купаемся в золоте. Ну и Сулу, быстренько, оп. Да, горе у нас не успело случиться, потому что все по-быстрому. Супер. Получается, Сулу не какая-то магическая территория, правильно? Получается так. А, тут еще, кстати, ха. Можно развить порт, это же Филиппины, мы тут деньги получаем. Да, это очень хорошее приобретение для нас. Провинция очень сильно развитая, бедные наши админочки. Да это все уже, сколько можно? А, ну и вот, наша золотая супер-пупер гвоздичная провинция. Предлагаю здесь снизить автономию. Сколько это будет стоить? 113 еще. Бедные наши админочки. Так, автономия 20. Я ее снизил своими руками. Восстание здесь гарантировано. Две с половиной монеты. С одной провки. Это сказка, что хочу сказать? Да, очень хорошо. Кто у нас тут грозится восстать? Хадрамаутские сепаратисты, да? Быстрое ли они? А, 80% у них, да? 80. А можно провоцировать восстание и 19 тысяч сразу разбить. Да, так и сделаем. Ну все, план сработал. План был блестящий. Османы с нами союзиться не хотят. Ох, как сильно-то не хотят. Печально. Воюют они, кстати, с нашим знакомым. За провинцией Мукала. Какая Мукала. А вот эта Мукала помогает иолету своему, в общем-то, да? Я так понимаю, Осман. Похоже на то. А, кстати, иолет-то не воюет. А что это за формат подчинения, в котором вассал не воюет даже вместе с своим сюзереном? Это что такое? Примарный иолет. Ну ладно, что хочу сказать. Кстати, у Османа был не один этот иолет. Вот тут какой-то одноправенчатый был. Персия, по-моему, была. Он их присоединил, я так понимаю, да? Ну вот, Египет большой достаточно. Он вообще лоялен? Ну да, лоялен в принципе. Ну ладно. А, точняк, у нас же еще и Япония есть. О, совсем забыл про этих бедняк. Они не в Корее не высаживаются, никуда. Просто даже себя никак не проявляют эти японцы. А с ними можно вполне себе повоевать за провинцией. Но плакали наши админ очки, я напомню. И лимит управления, кстати, тоже. Что-то я совсем про него забыл. Ну, такая наша пиратская судьба. Низкий лимит управления, в общем-то. Ну, что поделаешь. Кстати говоря, за исключением одной провки, ну, не одной, тут еще пару мусульманских, филиппины фул нашей веры. Вот этого круто. А, и наконец-то мы взяли первую лиргиозную идею. Первую. Ой-ой-ой. Что-то росты, да, этих идей прям сильно не быстрый. Кстати говоря, я не забываю домики строить. Второй домик на налоге появился. Супер. Вот, пожалуйста. Тут уже меньше 0,1. Все, потому что все построено. Мануфактуры. Ой, а мануфактура здесь у нас есть? А, подожди, а мы не можем, наверное. Они поставлены, что ли? А вот эта мануфактура, да. Мануфактура здесь есть. На производство здесь есть. Все, с производства. 4.62. Это я парочку раз сюда нажал на эту кнопочку развития. И 2,5 превратилось в вот что. Ха-ха. Нормасно. Мне нравится. Мне очень нравится. Поэтому вот эти все провки, я убеждаюсь, если не рад, что точно стоит. Вот сколько тут у нас развития? 16 в... Ну, дипачки в производство. 16. Здесь также прокачать. Здесь и здесь. И просто, получается, с 4 провинций мы будем иметь себе плюс... Плюс 20 просто монет в казну. Просто сразу же вот сюда, на баланс, на счет, на карточку. Все, сюда. Ха-ха. Это мне нравится. Это мне хочется. Хочу ли я нападать на Японию? Такой вопрос. Кто у нас тут? Ву. Что такое Ву? Ву это что-то слабенькое, неинтересное. Япония 40... Всего-то 40 тысяч. Подожди. Ну, у нас тут меньше 40 тысяч одна армия. Но я могу добить до 40. Я думаю, мне хватит. Японцы. А что случилось? Почему у вас, кстати, нет единой японской культуры? Это было бы так удобно. Так, ну, у японцев, с другой стороны, нету никакых и там крутых товаров же, да? А, ну, золото есть. Золото это крутой товар. Что у нас тут? Железо парочку. Вот тут краситель шелк по одной провке. Бумага. Хм, в любом случае у нас тут... А, нет, ну все не так плохо с лимитом управления вдруг стало. Технологии вывезли. А давайте за гвоздики-то и будем воевать. Не зря же я про них вот столько прям хвалебных речей сказал. Ой, не зря. Так, за нижнего будем воевать или за верхнего? За нижнего, наверное. За нижнего. Надеюсь, никакая супер-пупер беда нас не ждет. Малакка... Ой, не будем как свою еще сторону выбирать. Надеюсь, нам хватит очков, в принципе, чтобы вот это еще забрать. А что у вас по армии? Пятьдесят девять. Многовато. Прям очень многовато. Прям солидно многовато. Ну ладно. Надеюсь, сил хватит. Поехали. Кстати, Англия больше не воюет. Можно, в принципе, и на Англию напасть за остаток этого всего. Можно, можно. Ну ладно, мы сейчас уже другим заняты. Одновременно я и на тебя могу напасть? Могу. Да это все надо. Подожди, только я буквально мгновение оккупирую этого человека и сразу на тебя тогда нападу. Ох, как я надеюсь, что ни Россия, ни Британец на нас не влетят сейчас. Как я надеюсь. Так, на тебя влетаем. Угу, угу. Так, подловили молоко. 22 тысячи потоп. Да должны потопить, должны, должны. Смотрите, просто летят потери. Даже один кораблик захватили. Приятно. Вот эти вот, пожалуйста, вот этот кринж в виде галер, мне даже не подсовываете, ладно? Все. Так, ну с тобой мы, наверное, полностью уже закончили, да? Можно мир, ты же у нас один как воюешь. Так, с тобой мир, супер. Национализация уже, в принципе, можно, да? 66. Даже не 166, а просто 66. Ну и с тобой давай думать. В принципе, в принципе, молоко. Ну ты разрешаешь нам вот это забрать? Очень великодушно. Вот это бы я еще хотел. Давай постепенно. Мы нашли их весь флот. Это весь их флот? Подожди, 51 корабль. Да, похоже, весь. Надо еще парочку торговцев, может, где-то плавают. Но это максимум. Кстати, если я молоко-то на белый мир выведу, то все, победа есть. В принципе, Тидор может нам отдать, разрешать и это забрать, и это, и то, и пятое, и ну ладно, и пятое, и десятое. Но себя он не дает в обиду, понятное дело. Поэтому отдельный мир с малакой нам нужен. 100% эту пробку нужно забирать. Но если у малаки расставлена армия, где попало, и мы потихонечку их уничтожаем, то, возможно, то и столицу малакскую можно забрать. Их уже не 50 тысяч, рекрутов у них нет. А, вот мы их и обнаружили, да? Угу. Так, ну если они здесь, то, в принципе, можно и столицу забирать. Если большинство... Ммм, неправильно. Основная масса солдат, не пойми где. Вот если мы заберем их столицу, вот тут-то они и захотят нам сдастся. Крепость первого уровня, то это вообще сказка. Закрываем количественные идеи. Лимит армии плюс 33, это сколько? Это восемь... Это восемьдесят пять тысяч, да? Сейчас у нас месяцочек проскочит. Да, это восемьдесят пять тысяч. Ну, к ста тысячам мы очень уверенно идем. Столица есть? Малака. Мир давай, как... Ах ты, не согласен, да? Ну ты посмотри. Ну они вот это отбили, понятное дело. А, подожди, ха, так я столицу не добрал. Че я там смотрю? Вот теперь добрал. Есть. А вот это? И вот так. Ага. Ну я согласен, делаем. Так, это сепаратный мир с Малаккой. Есть такое дело. И Тидоры. Скромный один Тидорский человечек. Вот оно Тидоры. Есть. Острова пряностей это местечко называется. Логично. Как бы претензий по названию не имею никаких. Все у нас национализируется. И что нам оно уже приносит? Ну пока что... Пока что ориентироваться нам не приходится, да, на это все дело. Малакка о своей пряности вот это вообще не раскачивала. Два развития в такой провинции. Но это преступление. Ну я под конец серии с интересом таким смотрю на британца. Че, в этой серии на него напасть или потом? Хочется в этой как будто бы. Так, возможно, если я приму ирландскую культуру, они не будут так жестко восставать. Ирландцев у нас много. Так, ну если нападать на британца, то мне хочется, ну хотелось бы иметь здесь весь флот мой. Весь, что у меня есть. Чтобы быть максимально уверенным, чтобы по кругу у британца всего окружить. Не знаю, что у британца по флоту. Это наш соперник? Нет, не соперник. Кстати, у меня больше всего линейных кораблей в мире вообще. Можно гордиться. Британец 14 всего лишь. Вот этот огрызок, то что у нас есть, 15 имеет. То есть, уровень, уровень имеется. По флоту мы мощнее осм... Да мы вообще топ-1 мира по флоту. 119 тысяч моряков, у кого такое есть? Не у кого, а у нас есть. Ладно, не будем, не будем тогда двигать флот. Я думаю, мы правимся и этим. Пополнять ли здесь армию? Делать ли ее больше или это лишено смысла? Как будто бы лишено смысла 124 тысячи, я все равно здесь не сделаю. А вы знаете, если я в лимит армии настрою все, сюда всю армию свезу, найму наемников, у нас будет армия больше, чем у британца. Да, да, точно будет. Еще бы нам пограбить побольше, несколько там... Я уже забыл, в какое время, вот только что я грабил. Раз в 10 лет, да? Вот пару десятков лет поэкономить, накопить тысяч 6, может быть, да? И на Изи можно все британские острова завоевывать. Вообще все. Вот это было бы здорово. И слание, чтобы у нас было здесь написано. Вот это да. Хорошая идея, кстати. Что думаете по этому поводу? Кстати, перемирие с Брунеем закончилось. Брунеем же тоже хотел. Да я все на свете хочу. Но лимит управления и админ очки не позволяют. И заметьте, Россия все не нападает на нас. Все она... Ну, опасается, возможно. Возможно, нашего мега-супер-пупер-союза. Кто-то еще хочет, может быть. Осман. Ну, я с тобой все время улучшения отношений держу. И вообще не хочет. Вообще. Ну и ладно. Подожди. Японец. Японец начал делать свои колонии. С ума сойти. Вот как он расширяется. А то, смотри, сидит он, ничего не делает. И довольный такой, да, еще самое главное. А вот, вот, он пошел в колонии. Ну, я тебя поздравляю. Это такая все идеи, исследовательские идеи. Ну, да. Влияние он взял. Качество. Наступательные экономические исследования. Вот это да. Ну, ладно. Я бы на самом деле построил парочку думиков. И бы заканчивал бы на этом видос. Что у нас? Мануфактуры. Почти монету дают мануфактуру. Это вообще. Национализация вот этих провок. Тут же у нас мануфактуры только, только в путь. Закончится в 50. Ну, годик еще всего лишь. Понятия не имею, откуда у меня такой доход. И почему баланс 17,5. Понятия не имею, но не буду скрывать. Меня радует такой расклад. Напасть бы еще на Сунду. Вот это отбить. Луву какую-то тут присутствует. Ну, египетский иолет, как бы для меня, не прикасаем пока что. Ну и, друзья. На этом, пожалуй, что и все. Россия на нас не напала. Покажу карту религии. Кстати, все. Филиппины. Ну, кроме опять мусульманских территорий, все. Сейчас у нас самые дешевые провки. Так как я принял ирландскую культуру. Это ирландские. Теперь я их буду перекрещивать. Пратестантизм. Кстати, не такой он и мощный в этой партии вообще, как мировая религия. Католичество, ну, нормально сыграло, да? Не так, когда я на Риге сидел до упора в католичество верил. И там все. Фул Европа. По-моему, Франция, не очень помню, да? Отказалась от католичества. Польша от католичества отказалась. Австрия. Все просто. И я один бедняга тут сидел в католиках. Теперь я за протестанта играю, а протестантизм не такой уж и силен. Поэтому, друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, жмите на колокольчик. И на этом на сегодня все. Обещаю, обещаю не забыть, что в следующей серии мы сразу же должны влетать в великобританца. Забирать вот этот кусочек. Ирландия. Тем более у нас она, культура принятая. Ирландцы себя будут чувствовать прекрасно в наших рядах. И на этом на сегодня все. Всем спасибо, что были. Всем спасибо, что смотрели. Как-то так.